Валерий Беликов родился 12 июня 1941 года. Начинал учебу актерскому мастерству во ВБАКе, но перешел в Щукинское училище. В 1966 году окончил актерский факультет театрального училища имени Щукина. Мастерская М.Р.Т. Захаровой. В 1972 году режиссерский факультет театрального училища имени Щукина. Курса и Палами Шава. С 1964 по 1967 и с 1969 по 1970 годы актер Московского театра на Таганке. Совместно с В. Высоцким исполнял роль Хлопуши и Пугачева в спектакле «Пугачев» с 1967 по 1969 и с 1972 по 1974 годы. Артист Москонцерта. С 1975 по 1976 годы. Артист Мома. С 1977 по 1980 годы. Преподавателем ГИКа. С 1980 по 1981 годы. Главный режиссер ДКГ. Истра. С 1981 по 1988 годы. Режиссер различных театров страны. Варкута, Рязань, Кемерово, Донецк, Жданов. С 1991 по 1992 годы. Художественный руководитель Газцирка. С 1994 по 1998 годы. Директор театра. Макс Ик. С 1998 по 2000 годы. Режиссер ТО. Экран. С 2001 года. Режиссер ЦДР в Москве. Член Союза кинематографистов России. Награжден значком почетного работника органов внутренних дел. Из воспоминаний Петра Аркадьева. Во «Вгуки» Валерий учился Михаила Рома на одном курсе в Жукшиным и Тарковским. Театре на Таганке играл в одних спектаклях с Высоцким. Причем, он играл Пугачева, а Высоцкий, Хлопушу, снялся в 50 фильмах и многое снял сам. Как оператор и режиссер. Потому что Валерий Беликов прекрасно владеет этими кинематографическими профессиями. А также акробатикой, борьбой с самбо и каскадерским ремеслом. Будучи человеком многогранных интересов, он, поработав на Таганке, пошел на телевидение. И тут же на Шаболовке ему поручили сделать программу по стихам поэтов войны. Валерий позвал своих ребят с Таганки. Начали репетировать. И когда в их компании появился Владимир Высоцкий, все стихи были уже распределены. Но Высоцкого Беликов очень хотел видеть в своей программе и предложил Владимиру спеть какую-нибудь песню. Тот принес тогда еще никому неизвестную. На братских могилах можно представить, как песня подняла тонус всей передачи. Возникла идея сделать продолжение этого цикла. Был готов сценарий, но имя Высоцкого уже оказалось в опальных списках и передачу не разрешили. Зритель наверняка помнит многие роли Беликова в кино. Это и молодой врач в картине «Три дня» Виктора Чернышева, который был тем положительным полюсом, Которому мог прибиться парень, еще не выбравший себе еще ориентиры в жизни. И способный художник в «Возвращении святого Луки», который пустил свой талант на то, чтобы делать копии с картин больших мастеров. И тренер по самбо в одной из серий. Рожденный революцией, человек с двойной моралью, в перерывах между воспитанием спортивной смены он грабил сберкассы. В кино Беляков много, каскадерил, в «Сыщики», его бил Химичев, в «Тайне Велогрета», он бил сбруева, да и поставил немало драк. Снискав себе уважение профессионалов, когда один из актеров спросил, кто его будет бить в кадре, ему сказали, что вызвали на эту сцену Белякова. Он ответил, «О, тогда я спокоен». Он работал в Центральном доме работников искусства. Обоих своих сыновей воспитал кинооператорами. В 1993 году снялся в детективном сериале «За подня», по роману Анны Малышевой сыграл одну из главных ролей. Майора милиции была Кирева, ведущего расследования ряда идентичных преступлений. Партнерами Валерия Павловича тут стали более молодые коллеги Михаил Бекора Вайны, Вячеслав Филиппов, Дмитрий Набатов, Владимир Шихов, Валерий создал образ честного, решительного, убежденного защитника правды, что в нашем кино сегодня становится редкостью. Актер скончался 1 марта 2009 года. На 68 году жизни. Похоронен на 14-м участке Московского кладбища ЗАО. Горбрус. Субтитры создавал DimaTorzok